Тюменские общественники решили установить контроль за городскими автобусами. Теперь пассажиры сами следят за работой кондукторов и водителей. О нарушителях сразу же докладывают в интернет. В необычный рейд отправился и наш корреспондент Алексей Вяткин. 8 утра. Общественники Тюмени выходят в рейд как на работу. Алена Ждановских уже не впервые. Перед Новым годом ее обращение в Тюмень-Гортранс было составлено на нескольких страницах. Таблицы с нарушениями занимают больше листа. Плюс были зарегистрированы непосредственные нарушения со стороны водителя. Например, водитель разговаривает по мобильному телефону прямо во время езды. Теперь о всех нарушениях пишут сразу в интернете. Чтобы жалоба дошла до ревизоров, достаточно добавить к сообщению хэштег «ТГТ-72». Подобные темы уже есть не только в Твиттере, но и ВКонтакте. Специалистов Тюмень-Гортранса порой не хватает, чтобы выявить все. Контролеры проверяют не только автобусы, но и маршрутные такси. Каждый день на линии работает 7 человек. Они могут войти в транспорт на любой остановке, неожиданно. Правда, вот кондукторы и водители давно знают их в лицо. Тут-то на помощь и приходят общественники. Бойцы невидимого фронта не предъявляют удостоверения, каждый раз покупают билеты. Часто получается так, что не соблюдаются какие-то правила и дорожного движения, и элементарного этикета, когда неудобно находиться внутри салона, когда тебя мотают по салону, просто иногда невозможно удержаться. Хотя в последнее время так бывает не только вдали от контроля. Некоторые водители не соблюдают правила, даже несмотря на ревизоров в своем салоне. Вы согласны, что вы нарушили правила? Я не нарушил там правила. Вы садили во втором ряду пассажиров? Так или напишите? Пожалуйста. Да мне, ну, не согласны. Такие случаи не редкость. Только за прошлый год выявлено 984 нарушения. Если водитель неоднократно попадался на каких-то нарушениях, таких значительных, вел себя там некорректно и так далее, то есть, соответственно, тогда уже с ним расторгается договор. После этого нерадивому водителю действительно лучше искать другую работу. Но об этом, видимо, немногие задумываются. Алексей Вяткин, Сергей Мякишев, Сибинформбюро.